Здравствуйте, друзья! У нас гость в студии. Мы, можно сказать, студийно тут спрятались в не самом таком студийном месте, но нас повыгоняли отовсюду, а здесь нам комфортно. И у нас гость. Вот, звать Илья Карифан. Это фамилия такая? Это псевдоним, меня так знают люди. Понял, понял. Из Сакраменто? Да, уже лет 18 я живу в столице Калифорнии. Понял. Так вы здесь с детства как-то в школе учились, да, когда приехали? Я учился, я приехал в 99-м году, мне было 13 лет, отучился в школе, английский не выучил в хайскуле, тоже не выучил, окружен был очень много нашими славянами. Подождите, подождите, вы приехали в каком возрасте? У меня было 13. 13. 13. И в какой класс попали? У меня записали в 7-й, но я вижу, все мои пацаны, друзья идут в 8-й. Я говорю, что за прикол, возраст одинаковый, а что у меня в 7-й? Я звонил этой переводчице, я там русский работал. Мы хотим сидеть в 8-й. Она говорила, зачеркните ручкой и напишите 8-й. Я пошел в 8-й и был самым крутым студентом. Понял. Такая легкая программа. Вы пришли в 8-й класс и 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 5 лет. Не выучили английский? Очень, очень такой basic. Но моя проблема была, я был окружен большими славянами, в смысле нашими ребятами и мексиканцами. Я испанский ловил больше, чем английский. А было это где? Это было Сакраменто. То есть вы сразу туда попали? Сразу, да. А что вот эти, которые славяне, как вы называете, они на каком языке говорили? На своем, на родном. Все иммигранты. Это было начало 2000-х годов и конец 90-х. Волна иммиграции. Украинские в основном, нет? Нет, белорусы, молдаване, русские в общем все. Да, но они же в школе учатся? На английском языке учатся или как? Да. Из-за вот этой волны иммигрантов нам послали кучу переводчиков. Русские учителя были. Им не было необходимости. Вот такая проблема. То есть они так хотели вам помочь, что сделали вас инвалидами? Можно сказать, не помогли нам. Нет, нет. Так наоборот, они тормознули ваше развитие. Вместо того, чтобы выйти из high school с хорошим английским и со всеми делами, подготовленные к поступлению в университеты, вы вместо этого, что же вы будете делать, не выучив с толком английский? Я не знаю. На самом деле я в университет поступил сразу в школу. То есть не так плохо все-таки было? Да, не так. Я не на нулю был. Но если я сейчас анализирую, если я попал в какой-то Kentucky, сейчас у меня акцент был на английском, на русском еле бы говорил. Но из-за того, что я был очень окружен русским, у меня не такой прогресс был, как нужен был. На самом деле я был нормальный, я говорил с большими ошибками, стесняясь свой акцент. Итог. В 13 вы приехали, там в 18 вы закончили школу где-то. Да. И куда пошли? В университет. Да, в Сакраменто-Стейт университет пропал сразу. И при условии, за то, что у меня был слабый английский, если я пройду все ESL и классы, тогда я останусь в университете. Иначе до свидоса. Хорошо. Поступили в университет. Какой мейджор у вас там был? У меня сначала был неопределенный, undecided. Да. Потом учусь, учусь, учусь. Потом осознаю, что у меня есть данные к дизайну, к художеству. К креативности. И у меня в университете оказывается программа Graphic Designer, Bachelor of Science. Я на нее поступаю, прохожу и сегодня... Так и закончили? Так закончил, да. И работали в этой области? Или просто осталась склонность к дизайну? Закончив школу, университет. Я подаю в Сакраменто везде в резюме и никакого прогресса, ничего нет. Потом смотрю... На Креглисте есть... Выставляется такая работа на Креглисте. Нужен дизайнер в Санта-Кларе, здесь в Силиконовой долине, с украинским языком. И для меня такое прозрение. Неужели я сплю? Откуда вы сами? Я в Днепропетровске. Понял. То есть вы мову размугляете? Трошки. Но на самом деле Днепр это более русский такой, типа Одесса город. Поэтому я по-русски больше в основном говорю и трошки на украинский. Ну в общем, вижу украинская мова. Нужен дизайнер. И мне еще сестра, она знает, что я учу работу. В два часа ночи смотрит. Илюха! Работа! Звони быстрее! В общем, я подал анкету, то есть резюме, на следующий день у меня на интервью. Все им понравилось. Я начинаю работать. Первое мое интервью, первая работа. На самом деле до сегодняшнего дня я сейчас только что оттуда приехал с работы. Уже пять лет. Ну то есть вы ездите туда-сюда, из города, из Сакраменто сюда. Это два часа езды, если без трафика. В одну сторону. Да. Я переехал сюда получше в работу. Жил в Сан-Фосе. Год пожил. У меня родился здесь первенец. А, то есть вы еще и женили? Не то слово. Я женат был еще, ну как. Я каждый год езжу на родину, на путешествия всякие. И в одном, одном, на Азовском море я встретил свою любимую. Меня заняло пять лет, чтобы мы поженились. А почему так сложно-то? Ну я застежничивый парень. Я сначала увидел ее, она мне понравилась. На следующий год я ее увидел в том же лагере, молодежном. Я сказал, давай дружить. В следующем году я сказал, я тебя люблю. Потом я сделал предложение, в пятом мы поженились. Хотя, в принципе, она могла бы с первой встречи сказать, слушай, ты мне нравишься, давай поженимся. Понимаете? Но она этого тоже не застенчивая. Мне пришлось за нее воевать и добиваться. То есть она... High maintenance. То есть я... Ну не, не то слово. Я... Ну стоило того. Все было в свое время, все идеально было. Потому что я как раз заканчивал университет, мы иншинились и все. Хорошо. То есть, понимаете, прошло 18 лет, как вы приехали, значит, плюс 13, значит, 31 год. Хорошая математика. Ну, такие аж все-таки университетные математики-то. Ладно, по арифметике. Значит, итак, вы туда-сюда ездили. У вас тут первенец родился. А что, больше есть, чем первенец? Пока нет. А, то есть вот один и только один. Хорошо. Мальчик. Да, Леонардо. Да вы что. И он меня, благодаря ему, я начал заниматься видео. Оно переросло потом более. Ну, до этого пожил я здесь годик. Все-таки я хотел уточнить одну вещь. Каким образом ваша дизайнерская деятельность связана с украинским языком? Очень там было узкое направление. Компания расширялась в Украину. В Донецке они открывали ресерч институт. В общем, и нужны были макеты, нужно было дизайн делать для украинского народа. На тот рынок. На тот рынок, да. На самом деле, мне ничего не приходилось писать. Мне просто нужно расставлять слова, делать дизайн, пакаджинг. Бутылочки, баночки. Сейчас это реклама. Украинская часть ушла из вашего, так сказать, бутылочки. К сожалению, после движения 2013-2014 годов закрыли департмент. Хорошо. Ну вы остались. Я начал делать все для американского рынка. Все. Я просто подключался. Была главная дизайнерша. Я сказал, дай мне работу. Что мне еще делать? Я за день делал работу, которую надо было за неделю. Потому что я был вдохновлен. Я такой на скорость. Значит, я хочу сказать, друзья, что Илья живет в Сакраменто по тамошним ценам. А два раза в неделю приезжает сюда, чтобы получать по нынешним, по местным, по Кремниево-Долинным. Видимо, это неплохой такой баланс. Да. Я могу объяснить, как это все произошло. В общем, я стал дизайнером. Пожил здесь год. Чувствовал немного себя белкой в колесе, потому что до этого я всегда был фрилансером, свободной птицей. Делал себе график, брал себе работы. Работал, когда хотел. Уезжал на вакейшн путешествовать, когда хотел. А здесь мне надо с 8 до 9, даже с 9 до 5 работать каждый день. Для меня это было странно. Я просто... Ну это нормально на самом деле, но для меня это непривычно. А мне так странно это все. Человек работает с 9 до 5, а не то, что с 9 до 11 вечера. Смотрите, я думаю, что это устроилось, что это сидит, никогда не делает. Можно сказать, по сравнению с нами со всеми. Ну, мне хотелось свободы. Я говорю ребятам, либо дайте мне какое-то повышение в зарплате, чтобы у меня была мотивация здесь жить. Представьте, что тут надо как-то купить дом, а вы знаете цены здесь. Либо дайте я работать, я буду работать из дому, живу где хочу. Они сказали, что нет проблем, живи где хочешь, работай онлайн. Хорошо, давайте мы, значит, пойдем дальше теперь. Вы стали снимать ребенка. Я знаю, как это происходит. Я не знаю, в вашем случае, но вы стали снимать ребенка. Стали вывешивать там на ютубе, чтобы ростелеком показать. Может быть, кто-то там еще из Депропетровск смотрел. Там и так далее. А дальше стало больше людей, еще больше людей стали задавать вопросы. Значит, вы стали отвечать на вопросы и превратились в такой, как бы, center of influence, такой, иммигрантский, иммиграционный. Вопросы там иммиграционные задают или как? Часто, да. В общем, я, две вещи. Мой сын American Boy, у него такой мини-канальчик. Мы снимали его чисто для своей памяти. Классно. Сейчас я возвращаюсь два года назад. Как смешно, как весело это было. В итоге, люди начали задавать вопросы мне. Ты живешь в Сакраменто. Как там что-то стоит. Помоги нам найти аренду. И я вместе с бородой Ченнел, с Димой, начали снимать... Давайте вернемся еще назад. Да. В общем, я приехал в Сакраменто. И, пожив там, я со своим другом, хорошим, Серегом Ткачевым, поговорил. И я просто удивился. Кто в борода Ченнел? Не-не, борода Ченнел, это Дима Беларусь, такой влиятельный пацан. 15 тысяч исследователей. А мой друг, 27 лет нам было. Это было, сколько, назад? Да, 4 года назад. И я говорю, Серега, как ты, будучи в таком молодом возрасте, управляешь недвижимостью, апартментами в разных штатах, как в Лос-Анджелесе, здесь, во Флориде. Ты же вроде не олигарх, я тебя знаю уже 10 лет. Он мне начал все объяснять, что такое mortgage, что такое loan. Я до этого ничего не знал, но меня это загорел, запалило интерес. Я начал изучать. В итоге он мне сказал самую классную вещь, до чего я сейчас, я просто перед ним должник и всем советую. Он сказал, пока ты едешь на работу, 2 часа в одну сторону, врубай наушники или подкасты, и получай самообразование. Изучай ту тему, которая тебе интересна. Я выбрал тот специфик подкаст, и за последние 3 года, сколько я изучаю, именно этот подкаст в недвижимости, я пошел дальше, я в самообразование, в саморазвитие. Я сейчас оценю свой этот старый телефон, в котором я это все выучил, значительно больше, чем свой университет, потому что это привело уже меня к свободе и дальше приведет к большим-большим мечтам и целям. В общем, в итоге. Начал изучать. До меня через 3 месяца после изучения подкастов, то есть я просто слушал интервью ребят, как мы сейчас общаемся, молодые ребята приглашают профессиональных инвесторов, и он задает вопрос, как вы начали инвестировать, как вы вошли в апартнеты, в дом, я слушал, слушал, и до меня дошло, что стать инвестором не нужно быть суперолигархом, просто нужно постоянную работу иметь, хорошую кредитную историю и иметь глаз, найти дил. В итоге в Сакраменто у меня попадается дил Форплекс. Дум на 4 квартиры. Да, на 4 квартиры, в не очень хорошем районе и состоянии вообще ужасном. Там были забитые досками окна, там жили в Сквардер, мамы жили в Дубай. Фиксерап, конкретно. Я в него вхожу за 3% даун, 3.5 FHA, знаете, такая покупка для первого. Да, а по чем вещь была? Его выставили за 269. Это смешно звучит. Забрали вы почем? Я, мне пришлось споевать за него, за 285 я его беру, делаю ремонт, влажу, может, еще штук 30. Своими силами там помогали. Но эффект улицы остается проблемным. Конечно. Люди всякие шатающиеся. По чем сдаются все 4? Когда я брал, все сдавались за 700-800 долларов. Ну, я сделал вещь, которая меня вообще вдохновила, и я разогнал эту идею на больший уровень. Почему ко мне стали обращаться эмигранты и так дальше. В общем, из-за того, что я рощу сына, здесь живет моя жена, мне очень важно, кто живет возле нас. Поэтому я делаю классный ремонт. Со всеми соседями знакомлюсь, говорю... Это в первом доме? Да. Ребята, сделайте классный ремонт. Я вам переведу классных жителей. Я вовлечен в нашем комьюнити, в Сакраменто, в Диаспоре немножко. То есть я задействован. И ко мне люди обращаются, я им раздаю аренду. Ну, как раздаю? Я говорю, вот аренда, живите здесь. Под некоторых я поручился. То есть у них не было на депозит? Ну, вот, говоря, борода-ченал. Он приезжает, ему негде жить. Он живет в моей гостинице Airbnb, у меня я сдаю посуточные, я маленький. Он живет на следующий день, там, через два дня, мы ему находим квартиру. Он живет с его влиянием, у него несколько тысяч людей, она тогда была на Ютубе. Мы снимаем наши квартиры, заселяем все, 95% новоприезжих эмигранты. На сегодняшний день, спустя два года, у нас более 30 семей в нашем районе, на нашей улице. То есть вот там, давайте так начнем, еще раз я, что я правильно понял. Итак, вы купили дом в не очень хорошем месте. Привели его в чувство. И вот на этом самом месте, вот на этой самой улице вы скупаете остальные дома, и там живет 30 семей. Я не скупаю, я обустраюсь. Хорошо, обустраивается. Значит, вопрос в чем? Вот это та же самая улица, где были первые. Да, да, это прям... И вы сами там живете, рядом? Я живу там. Я вовлечен очень сильно. Вот приезжают эмигранты, мы их встречаем в аэропорту. Они живут у нас на улице, пока мы не найдем. На нашей улице уже закончат, заканчиваются квартиры, потому что проблемы, я не все владею. Некоторые менеджеры с нами не хотят работать, у вас нет кредитной истории, у вас нет работ, идите подальше. Значит, итак, вы сказали, что вы не владеете, то есть, вы берете их в аренду, и... я даже не беру, я просто являюсь реферрантором. Я беру. То есть, вы просто... Я понял, вы привозите их туда? Да, я говорю, вот классные люди, Я понял, это не то, что у вас растет, как бы, ваша инвестиционная часть. Да, на самом деле, я к этому стремлюсь. У меня сейчас в эскро второй форплекс, который, надеемся, закроется в ближайшие месяцы. А в дальнейшем, к чему я пришел? по меня, ну, я не скажу, что это прямо моя заслуга, но это вот общая такая наша славянская культура. Мы изменили культуру на нашей улице. У нас уже не ходят странные люди, не ездят на таких больших дисках, не курят траву. Ну, то есть, есть, приезжают всякие люди, но в основном, приходишь, и приятно смотреть. Детки на велосипедах катаются, там играются, люди ходят, детей куча. В нашем парке мы каждый вечер собираемся в нашем комьюнити, общаемся, знакомимся, рассказываем друг другу советы. А был момент, когда приехал новый эмигрант, мы его заселили. Я в нашей группе эмигрантов сказал, нужна помощь, нужна мебель. Вот приехала семья. В течение двух часов наши все ребята пожертвовали. Кровать, столы, посуду. Человек заселился, с первого дня живет. Вот такая гордость меня радует. То есть, у вас такой Russian Village получился? Можно сказать, да. Хорошо. Это интересно. допустим, кто-то хочет приехать в Сакраменто, не знает, все время говорят, а вот я никого в Америке не знаю. Вот что вы скажете? Мне все время пишут, говорят, я вот никого не знаю в Америке, не знаю, что делать. Вот выиграем, говорит, а что делать, не знаю. Мне нравятся ребята, которые обращаются мне физически, то есть пишут или звонят. Пишут куда? На самом деле, сейчас мне опасно раздавать свой контакт, поэтому я всех направляю. Мы организовали несколько месяцев, ну, уже полгода назад, мы организовали фейсбук-группу, называется Иммигранты Сакраменто. По-русски? Да, русскими буквами. Иммигранты, одно М, это группа на фейсбуке. Люди добавляются туда, и там собралась команда. Все, кому помогли, и все, которые хотят помогать, они там тусуются, они там, кто-то пишет, я приезжаю тогда, подскажите, какой район, куда заселиться, нужна аренда. Я там приехал, мне нужно детское кресло, пожертвуйте, люди. Слушайте, давайте я вас спрошу, так, как-то, знаете, экспромтом, а у вас спрашивают, ребята, а кто-то может что-то сказать про портнов компьютер-скул? Такого не спрашивают? Постоянно, все говорят, мы следим за портновом, меня даже попросили, я тут работаю близко. А, то есть нас знают? Не то слово, да, вы, вы легенда. А я-то думаю, может, они слыхали про нас? Конечно, знают, вам шлют свои грин-карты, документы, я даже приезжал сюда забирать, да, наши соседи. А, это вот тогда я вас видел. Да, и к вам приехал, парень, которого я встретил в рапорту, Дима Беларусь, Магирова, он с вами, он меня даже попросил, приезжать к партнову, запиши какое-то видео. Я говорю, человек занятой, зачем? Хорошо, нет, ну почему мы, то есть, это же взаимный процесс, то есть, может, я же тоже записываю, правильно? И вы что-то пишете там. Да. Значит, хорошо. Я просто, знаете, как, раз вы пошли в эту сторону, у меня сразу начинает соображалка крутиться, значит, что с него полезного могут поиметь люди, которым нужна помощь. Вот это ясно. С радостью. Сформулируйте, чтобы вы это лучше знаете. В общем, наверное, самая полезная вещь, чем я могу радоваться и гордиться, мы создали вот этот портал иммигранты Сакрамента, где люди друг другу помогают. У вас резкая нужда, вам нужен диван, вы выставили, я нуждаю в диване. В течение пары минут вам могут его предоставить. И бесплатно даже. У вас есть какая-то линия, или она глушится, или ее никогда не было, вот по части, скажем, там, религиозной? Потому что я могу сказать, что очень многие люди, которые живут в Сакраментах, они жалуются, что вроде бы начинается разговор о помощи, а дальше выясняется, что для этого нужно вступить в какую-то церковь, там или и того тебе будут помогать. Я очень много таких разговоров слышал. Да, есть такая стигма. У вас, нет, стигма стигмой, у вас это есть? Лично у меня или в нашей группе? Нет, в группе. У нас группа абсолютно никакая, не религиозная, не преследует никакую цель. У нас, вот моя политика, я помогаю людям, потому что когда-то мне помогли. А мне помогли, я был детем, у меня эмоции остались. Я прилетел в Америку с большой семьей, и нас встретили на лимузине, мой дядя. У меня эмоции вообще кайфовы. Хорошо, хорошо. Мы на лимузине их не встречаем, но мы просто помогаем. Я встречаю на Лексусе, но это такой кайф, вы не представляете. Согласен. Вот, я не знаю, вы, наверное, тоже, вы помогаете людям, тысячи людям, которые через вас прошли. У вас тоже же какая-то радость. А вы откуда знаете? Кто не знает, да. Нет, это кайф невероятный. Вот тоже я испытываю. Конечно. И тоже вы испытывают люди. То есть мы не преследуем, мы не хотим людей ни затянуть никуда, ни переубедить, ни вообще, мы ничего в людей не хотим. Итак, все-таки, давайте. Мы хотим просто с ними дружить и классно отношения. Давайте так, все-таки, значит, человек никого не знает, ничего не знает, выиграл в лотерею. Так, и вы говорите, заходи в группу, располагайся, сейчас все сообразим. Правильно? Да. Следующий вопрос. Ну, будьте активны, задавайте вопросы, спрашивайте. Следующий вопрос. Человек хочет приехать, подать на политику. Наверное, у вас в группе есть такие люди. Не все сразу приехали со статусом. Большинство даже без ничего. Приезжает человек и говорит, ребята, я в средствах ограничен. Мое право на работу как бы еще не подошло, скажем так, ближайшие полгода не будет. Вы в состоянии ему помочь, ну, не кроватью там или велосипедом, а, допустим, ну, я не знаю, отвезти куда-то за руку там на работу. Есть такое? Бывает такое? Бывают люди, на самом деле у нас много в группе людей выставляют работу. Нуждается няня. Мы нуждаемся в нянек. Ищем мувера. Вот они следят, эти люди за этими объявлениями и пишут, звонят напрямую. Насколько в Сакраменто, вот, может быть, я немножко отойду в сторону с этим вопросом, все-таки. Вот у меня есть знакомые, которые пытались осесть в Сакраменто и ждали там по политике, но получалось так, на стройке он работать не мог там в силу каких-то причин, а все остальное у них не получалось. Они никуда не приходили, шли по даунтауну, заходили в кафешки, заходили туда, на них делали круглые глаза и говорили, что вы, что вы, как же это. Кроме стройки, где работают люди, у которых нет права на работу? Вот пока нет. В процессе. Что они делают? Вот ко мне сейчас этот вопрос сильно не относится, потому что я не сильно ишком связан с работами. Я не раздаю работу. Вот моя часть вот в этой всей помощи аренды, раздавать людям аренды. А вот по поводу работы я знаю, что все, кто приезжают, они выживают, они находят, они предприимчивые люди. Давайте к аренде. Значит, приезжает человек, вы его привозите на эту улицу, вы уже знаете, может быть, там пару-тройку квартир, где нужны люди, может быть, вы за них договариваетесь, может быть, цену за них там согласовываете, я не знаю как. Они вас уже знают, вы как бы доверенные лица, такой, да? Power of attorney, такой неофициальный. И по чем вот реально? Вот сколько человек, во что человеку обойдется, например, жить вот в этом Russian Village? Два года назад люди заезжали за 800, 850, 900 долларов. За что именно? За двушку. Двухкомнатная квартирка, да. Нет, двухкомнатная или двуспальная? Двухспальная, извините. Трехкомнатная квартира или две спальни, 800, 900 долларов. Да, но из-за того, что сейчас большой хайп происходит в Сакраменто, взлетело все сумасшедшее. И на это все винят Bay Area. А мы-то что? Потому что вы, их называют американцы, Bay Area Stupid Money, подняли цены в Сакраменто. И по чем нынче? Нынче двушка сдается за 1100, 1100. А, ну да, по сравнению с вами, это ничего. У них поднялось, чтобы у нас так подделалось, как у них. Ну, по проценту посмотрите, это довольно большой джамп. Это смешно. У нас удвоилось за 4 года. Удвоилось. Ну, это за 4, у нас за 2. Ну, в итоге, чуть поднялось, я не жалуюсь. Мне, как ландлорду, мне это классно. 1100, 1200. Как владелец. А ванн-бедрум по чем будет? Ванн-бедрум за 950-920. Это вот сейчас? Да. Значит, давайте вернемся назад немножко. Вот два года назад, двухспальная была 800-900, односпальная была... 600-700. 600-700. Сейчас, двухспальная 1100, односпальная... 950. 950. Ну, это все, в общем, от района зависит. Я говорю за нашу, конкретно, улицу иммигрантов. А есть супермажорная района? Там есть транспорт, там есть автобус. Да, автобус прям останавливается возле нас. Хотя, в Сакраменто транспорт не так развит, как здесь, как в Сан-Франциско. Русский магазин там, где-нибудь есть. Вот у нас конкретно нет, но вообще в Сакраменто куча русских. Их много, да, я знаю. Хорошо. Ну, что же, я на самом деле думаю, что очень классно все, вот то, что вы рассказали. У меня на самом деле была мечта. А это вы еще Real Estate License получили, да? Я не получил, у меня особо цели нет, я не хочу у себя отдельную работу. Я просто к чему говорю, что у меня была такая задумка творческая, поехать в Сакраменто, там еще заночевать, и с кем-то, у кого там есть Real Estate License, походить по, опенхаузам. Я помню, вы говорили о том. Да, потому что я хочу показать вот нашему зрителю, что можно купить, потому что, может быть, у вас и цены на покупку выросли за эти пару лет, но я помню, например, время, ну, скажем, 5-6 лет назад, когда у меня ребята из Сакраменто, которые на стройках работали, они рассказывали, что там, скажем, можно взять дом там за, не знаю, там 100 тысяч, там отремонтировать и продать там за 120, там или за 130, я не знаю, по мелочи работали за 3 копейки. Я еще удивлялся, что они за такие деньги и вообще что-то делают, но за 200 тысяч это уже был серьезный дом в относительно приличном месте, а за 300 это было вообще, ну, как у нас за 3 миллиона. Вот в неплохом месте сегодня, скажем, домик там, 3 спальни, 2 туалета. Я не знаю, сколько домик, 30 лет, 40, не важно, сколько стоит такой домик. Вот в субботу назад, это мое хобби, я тоже смотрю по обенд-хаузам, я езжу, снимаю даже об этом все, и вот в классном районе, возле Land Park, если вы не знаете, это очень круто. У меня реклама стоит, we buy houses cash, мне звонят люди, мотивированные. и чувак продавал с 45-го года дом после ремонта. Он хотел 450, около 500 тысяч. Это 3,2. 500 тысяч? Да. Но это не дешево. Это не дешево. Я ему предложил 400, он пока молчит. Вот это классный район, классно, все классно. Есть круче. Нет, давайте так, вот это, это называется entry-level property, новый иммигрант, он пока не гонится там за тем, за тем, есть люди, они говорят, вот я бы хотел приехать и сразу купить дом. У меня внутренне какой-то обрыв, я говорю, ты что ж ты делаешь-то? Но, я понимаю почему, потому что он сразу приехал, и он не платит риент, у него есть там 200 тысяч, например, если он может купить там за 170 тысяч дом, он не платит риент, в этом есть смысл. в этом есть смысл. Поэтому, вот что, вот что можно купить, чтобы это не было совсем, как бы сказать, головной бурью, а так, ну вот можно жить. Я думаю, 300 тысяч, это нормальный, средний дом, где можно хорошо жить. Все-таки не ступися. Нет, далеко, вы сейчас говорите о 2000, наверное, или до 2009 году. Да, 10-11, это когда было такое падение. Сейчас все примерно выросло, как оно было, может, чуть-чуть еще нет. Я понял, все-таки тоже 300 тысяч, не так дешево стало. Вот то, что я купил свой Форблекс, это такое чудо, сейчас он стоит дважды, ну не дважды, 450 может стоить, но вот все взлетело, все стабилизировало, сейчас тяжело найти дил, и тяжело с арендой, сейчас... Фарклоджерс нету. Фарклоджерс уже нету, даже флиперы, которые занимаются этим бизнесом, они немного остановились, сейчас такая картина. Я понял, понял, хорошо. с точки зрения того, что у вас есть канал на YouTube. Есть канал? Да, оно так случайно, он начался. Давайте, все-таки, канал на YouTube, как он там называется? Он просто называется Корифан. К или Ко? Корифан, через Y. Коруфан. А, по-английски. К-О-Р-Й-Ф-А-Н. Естественно, по-английски, да. Корифан, значит, после буквы R, буква Y. Да. Корифан, через A, да? Корифан. Прямо как по-русски, так вот. Да. Хорошо. Канал нравится Корифан. Подписчиков сколько? Смешно, у меня всего лишь две с половиной штучки людей. Так, как часто вы видео делаете? Вот, вот это вот, меня сейчас стало религиозно, последние два месяца, я делал религиозно, каждый вечер, выпускаю одно видео. Я не знаю, на сколько у меня хватит. Каждый день? Каждый вечер, да, каждый день. Вы знаете, что, все-таки при таком количестве подписчиков, это какой-то подвиг, потому что просмотров вы много не получите. Я знаю, но у меня есть у кого учиться, вы в день выставляете, наверное, видео три. Я перестал это делать. Серьезно? Я делал 100 в месяц, примерно, 1200 в год, но последние месяца полтора я сделал другой канал и туда сбрасываю. Но вы знаете, что, все равно два видео в среднем получается. Я уже вроде, я думаю, что это же меньше, но, ну да, вот за месяц 60 видео было. Я думаю, что я так это, вроде же хотел меньше делать. Но у вас интересный контент. Я остановиться не могу, я же люблю трепаться. Раньше мы сказали «болобол», а сейчас говорят «блогер», «млент», понимаешь? Вот, и просто поделиться. Но вы в Калифорнии, в Соединенных Штатах, наверное, самый, из русских, самый-самый. Есть люди с большим трафиком, есть люди с большим количеством подписчиков, но просто тематика разная. То есть, кто-то больше, вот там, фан какой-то, кто-то женская тема, знаете, кто-то бьюти, кто-то что-то. Ну, я в своей нише там как-то. Хорошо. Я надеюсь, что выйдет наше видео, друзья, вы знаете, куда пойти, мы ссылочку дадим, конечно. Смотришь и 3000 будет, но дело даже не в этом, просто вы каким-то образом, слушайте, а вы кодируете видео, чтобы оно в поиске выходило, чтобы оно присоединялось к кому-то там рекомендованных? Я не знаю, но у меня некоторые видео выстреливают, некоторые нет. На самом деле, я это делаю, потому что у меня нет по приколу. Хорошо. По приколу, но хочется, чтобы люди видели, что же там. Итак, вот этот самый канал, теперь, у вас есть Дружбан Борода. Да. Он, по-моему, тракер, да, или кто он? Он сейчас на Uber. А, ну, хорошо. Вот этот Борода, у него сколько подписчиков? 15 тысяч, вы сказали. Да, а тракер, это Миха Леня. Да, он приезжал к нам. Да, я видел. Знаете, что, на меня за последние полгода, значит, свалились, в хорошем смысле, там сразу три тракера. И они приезжали, мы тут снимали, там и так далее. И вот всякие злопыхатели, причем, я же их снимаю, я же тоже у себя вывешиваюсь, не только они там, меня где-то на канале, где там может быть, пять тысяч, может быть, десять, они же у меня тоже. И они говорят, вот, говорит, Портнов, он говорит, тратит деньги на рекламу совершенно напрасно. Говорит, потому что те, кто блогеров смотрит, они там в тестеры не пойдут. То есть, как будто я им еще деньги, они абсолютно уверены, что вот я хожу, там всех проплачу, там и так далее. Странное. Что, дорогие друзья, если вы до сих пор не понимаете, то, что сейчас делает Михаил, это абсолютно добровольная работа, столько затрачивает времени, чтобы вам это было интересно. Это фан, это фан, да. Поэтому на деньги тут никто не рассчитывал, я даже монетизейшн там много, мне ничего не как. Я ни разу не получал. Друзья, я могу сказать больше, я могу брать деньги, потому что я все-таки, ко мне не приходят люди, у которых миллион подписчиков, а приходят люди, у которых там две тысячи, как в данном случае, а у нас все-таки 140, хотя нас, может быть, это видео посмотрят, там тысяч пять, семь, восемь, десять, я надеюсь, но, конечно, не так много. Теперь, Борода, вы с ним как-то вот каналами дружите? Изначал, я увидел потенциал, я говорю, давай, Димон, снимать наши квартиры, нам нужно быстрее заселять людей. То есть, он у вас участвует как-то в этих проектах, как бы создание комьюнити? Да, он очень большую роль сыграл в начале, потом он ушел на Uber, на Lyft, и сейчас мы нередко его видим. Мы классно дружим, единственное, что мне пришлось, его нету, а меня туда рекламируют, освободилась квартира, перед тем, какие-то проблемные люди заедут, мне надо срочно заселить своих. Я быстро снимаю. поскольку это чужая собственность, надо подсуетиться. А у вас есть отношение, что они вам заранее говорят, например, там через неделю будет? Я слежу активно на Креглисте за своей улицей, на Zillow.com, и когда он мне попадает, я сразу в зоне, меня зовут Алия, я лендлорд, я сосед, я хочу улучшать наше комьюнити, пожалуйста, можно с вами встретиться? Я встречаюсь, договариваюсь, вхожу, доверяю. Но в следующий раз уже проще. В следующий раз, когда я, сейчас все мои лендлорды гордятся, спасибо, что нам привел. Пять лет назад полиция не выезжала с нашей улицы, сейчас прекрасно. У меня фидбэк уже хороший, рекомендации согласны. Отлично. Хорошо. Но подождите, все-таки, что получается? Если человек прилетает, там, я не знаю, 4 октября, так вот, через неделю ровно, бах, и свалится. У вас есть ему, и вот он говорит вам, сегодня за неделю приезжаю 4 октября. В общем, я систематизировал всю систему, потому что телефоны принимать каждый день не могу. Поэтому я организовал улицу Эмигранты Сакраменто, в фейсбуке группе. Также у меня есть такой маленький список аренды. Там я выставляю все возможные квартиры на нашей улице, и там анкетка. Я приезжаю тогда, и в анкете, сколько у меня людей, что я хочу, встретить меня в аэропорту. Кстати, мы это делаем бесплатно. Я тоже не... Да, удовольствие, да. Конечно. И люди, которые отвечают, мне нужна помощь, встретить. Я извиняюсь, в Сан-Франциско аэропорту? Вот на прошлой неделе у меня была встреча в Сан-Франциско аэропорту. Есть варианты? Какие? Кроме Сан-Франциско аэропорта, что может быть? Ну, в основном, Сакраменто нам логичное. У вас есть там свой? Ну, не то слово, у нас International. Да вы что? 10 миллионов пассажиров прошло через нас. А, я-то не в курсе был. Я видел, я видел, что люди приезжают в Сан-Франциско, я думаю, ага, наверное, там нет аэропорта. Не то слово есть, да. Он единственное, не прямой, там он не может с России прилететь, с Украины. И в Сан-Франциско не может? Либо в Лос-Анджелесе пересадка, либо в Нью-Йорке, там так и так не летают. Сакраменто практично, очень довольно крутой, он будет праздновать в следующем месяце 50-летие. Шикарно, то есть, на самом деле, можно взять билет прямо и лететь, как человек. Да, и большинство людей прилетают. То есть он International, а там есть там что-нибудь из Франкфурта, из Лондона, что-то такое есть? 33 Non-Stop Destination и что-то еще. Европейские тоже есть? У меня, я не знаю, в основном, мы всегда прилетаем, я когда летаю с пересадкой. Просто, например, когда иногда в аэропорт Окленда бывает надо заехать там кого-то подобрать, так там в основном мексиканские какие-то рейсы. То есть он вроде бы International, но такое ощущение, что ты где-то в Акапулько там. Ну хорошо, ладно, движемся дальше. Значит, есть люди, которые хотят по грин-карт-лотереи, есть люди, которые хотят получать политику, им тоже надо где-то обустроиться. А вот начинается о школы, о сдача на права, застраховать автомобиль, там доктор, а вот так, чтобы детский доктор, но обязательно там из России или Украины, там откуда-то вот такой же связанный человек. из-за того, что я не в этом борюсь, я не все знаю про докторов, про этого всего, у нас живет группа Сакраменто, эмигранты из Сакраменто, люди задают вопрос, мгновенно получают ответ. вы находитесь в каких-то отношениях с какими-нибудь дружественными, допустим, форумами, форумами большими? Я, например, в подписи к каждому видео, говорю, там, самый полезный форум, бла-бла-бла, вот говорим про ЮЭС. У меня нету пока такого аффилиат или какой-то такой прям программы, или... Я понял, вы как бы автономный. Да, я свободный, хотя у меня мысль познакомиться с какими-то... Я уже познакомился, кстати, с иншуренс агентством, у которого я страхуюсь уже 8 лет. Это фармерс или что? Не, иншуренс, а, лайт что-то там, я заберусь. очень хорошее, конечно, это nationwide. И я с владельцем компании... Это брокер, у него разные компании. Да, я ему говорю, Антон Порошин зовут, с Москвы, говорю, давайте я вам буду послать эмигрантов, вы им дадите какой-то бенефит, не просто, чтобы они к вам пришли, вы им даете там карточку на заправку шеврон. И чтобы у вас была... Запрещено законом. Почему? Запрещено, я как лицензированный страховой брокер, я вам говорю, что это запрещено законом. Ну, в итоге, за то, что я их рекомендую туда, он их награждает. Я вам скажу такую вещь, карточку на заправку бензином, это не то, что стоит, того, чтобы к ним послать, а получить хороший сервис, чтобы тебе сэкономили денег, и чтобы позаботились о том, что у тебя правильные покрытия есть, неправильных нет, что ты если планишь, то планишь, то, что тебе действительно необходимо, а не за мусор какой-то. Вот этот сервис, когда он с тобой встречается, когда он с тобой разговаривает, время на тебя тратит, это намного важнее, запретить, я говорю, ребята, если ваш пост не помогает иммигранту, потому что у нас главное слово, группа помощь, если вы ничем не помогаете иммигранту, тогда до свидос, а если вы какой-то промоушен, какой-то там гифт или бесплатный, или что-то там супер классное, гифт или тип, подсказка, тогда добро пожаловать. Если у тебя цель помочь людям, приходи, если у тебя цель наварить, то не надо. Но они понимают разговоры или приходится банить? Приходилось банить, а сейчас мы с моим дядей, мой дядя, который владелец афиши, диаспоры, вот это всего, он ведет тоже много групп, Сакраменто, Новая Русская Ради, вот это все. Он мне сказал, сделай этот аппрув, перед тем, как оно постнется, просмотри, если оно тебе нравится, это облегчило работу, перестало всяких спам, перестало многих людей. То есть, при модерации. Да, да. И при этом рост людей не уменьшается, больше двух тысяч с половиной. Илья, давайте в группе. Да. О, вау. Хорошо. Слушайте, у меня сейчас урок, сколько там у нас? 10 минут до 7. Да, через 10 минут у меня урок начнется. Ну, мы можем завершать. Да, я просто, поскольку близится к концу, и чтобы не упустить что-то важного. Скажите, что-нибудь такое, ну как, англичане ружья кирпичом не чистят, поскольку у вас есть возможность обратиться к нашей аудитории, что-нибудь такое существенное, вот так, что может в жизни людей что-то поменять к лучшему, так далее, вот такое. Ну, мое пожелание всем зрителям, ребят, которые собираются, я уверен, что с вас смотрят люди, которые мечтают переехать в Соединенные Штаты. Многие, да. И на самом деле, бойтесь своих мечт. Есть такая фраза? Можно так сказать. Мечтаний. Мечтаний, да. Потому что они осуществятся, и делайте это. Не забывайте рисковать. То есть не бойтесь рисковать. Тот, кто рискует. Ну, знаете, будьте открытыми. Не то, что рисковать. Знаешь, на днях висел с человеком, он говорит, вот мечтал там на овощебазе работать. Я говорю, так ведь сажают. Он говорит, ну, не обязательно же сажают. То есть как бы могут и не посадить, он говорит, но ведь могут и не посадить. Вот это риск. Ну, это другой риск. Это другой риск. А вот я говорю о тех людях, которых мечтают жить в Соединенных Штатах. Пробивайтесь, ищите, играйте в лотерею. Я не призываю ни к чему нелегальному, но рисковать нужно, чтобы достигать своих желаний, то, что они сбываются. Еще вот хотел сказать насчет Сакрамента. Я лет, не знаю, 7-8-10 назад, основываясь на том, что рассказывали ребята, которые у нас всегда присутствовали, какие-то студенты из Сакрамента, ну, там парочка всегда есть, бывает, что и Питок есть. И глядя вот на это, на все, и имея какой-то опыт там, я неважно к этому относился, ко всему. Потому что, как сказать, вот молодняк там хороший. Вот я видел очень много молодых людей, замечательных совершенно. и воспитанные, и деликатные, в общем-то, и, как сказать, уважительные. Знаете, у них вот есть какой-то такой хребет такой, есть. Вот. И они совершенно спокойно, например, ездили сюда, приезжали на занятия там. Они совершенно спокойно из Сакрамента могут там поехать куда-нибудь в Филадельфию на работу. То есть, без вот этих, вот, как сказать, непереборчивых. То есть, они берутся за что-то очень открытое там, как будто и так. Но, когда я видел их родителей, и вот это все, вы не представляете, сколько я наслушался всякой дряни, которую не хочется пересказывать. и вот в частности, вот эта вот религиозная линия, вот эта стигма, там, которая вы видите, она не просто так стигма, она имеет очень серьезные основания поцелу. Поэтому у меня так как-то были такие непредрасположенности. Но за последние лет, может быть, восемь, семь, у меня потихонечку, потихонечку, потихонечку отношение менялось на более положительное. Во-первых, в Сакраменто появилась айтишная работа в очень достойных количествах. Если 10 лет назад человек приходил из Сакраменто и говорил, а я вот могу там выучить на эти работы в Сакраменто, я ему говорю, ты знаешь что, если даже это произойдет, это не будет первая работа. Ты должен опыта набраться, а потом уже через пару лет хотя бы. Сейчас у нас люди отсюда переезжают в Сакраменто. Не до славы. На первую работу там, ну, смотрите, они ее находят, там есть айтишная работа. Там все-таки, с учетом того, как поменялась динамика цен на жилье, и купить, и рентовать, и так далее, с учетом вот этого всего Сакраменто приобрел просто какое-то, знаете, такое, ну, диснеевское, такое вот, какое-то сказочное освещение такое, знаете, вот думаешь, о, ты смотри, как там дворцы-то за три копейки. И вот, я как-то все лучше и лучше к этому отношусь. И мне сейчас стало хотеться рассказать что-нибудь про Сакраменто. Вот я вот вашими, так сказать, устами тоже, я очень доволен, что у нас кто-то приехал из Сакраменто, и вот так что-то такое рассказывает, причем явно положительное для тех, кто хотел бы поехать. Вот уже и комьюнити есть. Да, комьюнити. Ну, на самом деле, я изучаю Сакраменто, потому что мой следующий этап в жизни это инвестирование в апартмент комплекс, потому что я осознав, что создав мини-комьюнити, мини-культуру вот здесь, на улице, которой я не владею, мне легко достаточно создать комплекс, где я буду владелец или с партнерами, или с инвесторами. Я изучаю про Сакраменто, статистика говорит, ну, научные всякие, research, что в 2050 году он удвоится, 4,5 миллиона будет жить в нем. А сейчас 2? Сейчас 2. 2,2. Там степь, строй сколько хочешь. Ну, и степь, это город деревьев, его слоган. Да, да. Там две реки пересекаются. Река Сакраменто потрясающе. Да, да, прохладно. На самом деле, я скучаю в Силиконовой долине за погодой. Тут такой баланс, не тепло, не жарко, всегда классно. Хотя, это лето было теплое. А там, там достигает 116 градусов. Ну, вы знаете, что это. Да, это очень жарко. Это очень жарко. Но там же есть такие предгорья, там, да, в сторону озера Таха. Да, да. Там по прохладнее, наверное. Там, да. Вот еще плюс большой в Сакраменто, час езды океан, час езды горы, час езды природы. Ну уж до океана часто, я думаю, преувеличивают. Ну, в Олехо. Хотя, это залип. Да, наверное, полтора-два, да. Ну что же, хорошо. Давайте мы поблагодарим Илью за разговор. Значит, двигайтесь на его канал, если там возник интерес. Я думаю, у многих возникнет, я надеюсь, что возникнет. Ну и, собственно, поскольку вы два дня в неделю, тут все равно у нас, правильно? В нашей местности. Да, да. Я от вас 7 миль работаю. Вы легкая добыча для нашего канала. Ребята, если есть вопросы или хотите что-то такое узнать больше специфическое, я думаю, что на самом деле у вас есть хорошая тема об инвестировании в эти форплексы, там, не знаю, в апартмент-комплексы. Если уж вы так два года, там, по четыре часа в день, там, два часа в одну сторону, два часа в другую слушали эти подкасты, вам, наверное, есть чего рассказать, тем более, что вы опосредовали это таким практическим опытом. А то бываешь в подкастах наслушаешься и без штана поставишься. Я с этим согласен. Я хочу призвать всех местных жителей, не только. Ребята, если вы покупаете дом, не просто покупайте дом, если вы, конечно, можете позволить себе, купите себе форплекс или дуплекс, хотя бы дуплекс, потому что ваш второй сосед будет помогать вам выплачивать ипотеку. Вы имеете ответ на часто задаваемый вопрос у нас на канале, например. Вот я приезжаю в Америку, у меня есть, ну, сумма может меняться, 20, 30, 40, 50 тысяч, это никогда не 200 и не 300, но вот, скажем, 20, 30, 40, 50 тысяч, вот я хотел бы инвестировать, там еще дальше идет смешная часть такая, что и жить на эти, на интерес, да, но вот, да, но вот как можно, есть ответ на вопрос, как инвестировать 20, 30, 40, 50, не в большой риск, а так более-менее надежно и со смыслом, вот у вас есть такой ответ? Если вы, но приезжий, вам нужно адаптироваться на эти деньги, вам нужно автомобиль купить, взять аренду. Допустим, есть, кроме того есть. Я думаю, там очень маленький, если вы можете взять заем, и, например, покупателя, тогда... С какой суммы, с какой суммы, вот у вас есть ответ на вопрос, с какой минимальной суммы, есть ответ на вопрос, инвестировать деньги? Самое безопасное, или если вы не хотите все своими руками делать, вам нужно подойти к синдикатору, такой как я, или мой ментор, который инвестирует в апартменты, и мы можем помочь вам, ну, то есть, другая тема. А если хотите сами купить дом, вам нужно, наверное, 150 тысяч, чтобы купить его, сделать ремонтик, и можешь даже в нем жить. Но это, это такой, очень, сложный... 150 тысяч, чтобы уже и с ремонтом? Не, потом нужно еще вложить в ремонтик 1045, то есть, до 2000, то есть, если 200 тысяч нет, то покупать домик не надо, а вот, а таунхаус, например, или квартира? А, квантоминимум, квартирку в чем-то, тогда уже, да, есть у нас около, они 100 тысяч стоят, эти квартиры, и можно. То есть, можно жить в ней? Можно. Но я, как инвестор, я считаю, что лучше использовать деньги из заема, не влаживать всю сумму, это потом они пусть будут. тогда просто не раздавать такую огромную сумму, чтобы она просто заморозилась. В общем, возникают вопросы, куда деть лишние деньги, да, вот, пожалуйста, тоже у вас есть ответ на вопрос. Значит, я расскажу, как заработать, а вот, Илья, как, значит, как, ну, чтобы не пропали, знаете, потратить ума не надо много. Я поражаюсь вот этому, знаете, отчаянностью вот этой смелой, когда люди едут и говорят, я вот хочу приехать и вот такой-то бизнес, или вот я хочу прикупить, или я хочу приехать и там инвестировать. Я думаю, боже, да ты гарантированно останешься без денег вообще. То есть, сама вот эта вот, как сказать, открытость к такого рода операциям, она... Ну, это рискованно, но с какой-то стороны. А если ты не мечтаешь, что просто сядешь по серым волчишкам, будешь сидеть... Это другой экстрим. Да. Один экстрим другого не лучше, но все-таки желательно понимать, что ты делаешь. Конечно, конечно. Поэтому нужно... Мне очень нравятся люди, которые едут уже образованно. Они посмотрели все ваши 6 тысяч видео, посмотрели другие видео, они уже подготовлены, просто уедут и узнают. О, это улица Портнова, я знаю. То есть, я не знаю. вы где-то набрались такого. А кто говорит улица Портнова? Эл Камин Рил который? Да, да. У меня в комментариях вчера, это же улица Портнова. В общем, да. Короче, вот эти люди, друзья, если вы хотите приехать в Америку, изучите все. Сейчас большое привилегие, блога много, много видео. У вас все перед вами, изучите это. Масса стала адекватных, очень адекватных, очень симпатичных и доброжелательных людей. Вот я смотрю, что там и по 3 тысячи, и по 5 тысячи, и по 15 тысяч, и по 40 тысяч подписчиков. Их очень-очень много, и они на редкость симпатичные и адекватные. Неадекватные тоже есть, но это вы увидите, кому потянет, вот так вам и жить. Можно сказать, самое главное пожелание. Ребята, те, которые хотят добиться в жизни успеха, окружите себя позитивом, вдохновением и вещей, которые вас будут созидать. откажитесь от всех негативных новостей, от всего, что вас злит, раздражает, а заполните себя позитивом, вдохновением, вещами, которые вас будут приводить к успеху. И вы выйдете другим человеком. Это я говорю на своем опыте. Значит, я вот что скажу. Значит, вот то, что сейчас Илья сказал, запишите словами, запишите словами, распечатайте на принтере, красным с черным, так, повесьте на стену и каждый день читайте, внимательно читайте, вот каждый день. И это изменит вашу жизнь. Я лучшие мантры не встречал. То есть, это совершенно потрясающая фраза, меня аж это прямо распирает, вот от того, что он сейчас сказал. Насколько это верно и насколько это не очевидно для подавляющего большинства людей. Они не понимают это. Понимаете, а это и есть ключ как абсолютно ко всему. Вот ради одной вот этой вот вещи надо было 10 видео таких записать, чтобы вот один раз вот это было сказано и существенно усвоено. Да. Усвоено. Потому что я не мог бы так лучше сказать вот на эту тему. Вот Анна Леонидовна тут у нас занята. Скажи. Точно, точно. Да, мне очень понравилось. Все. Друзья, тогда мы не будем больше портить на этой высокой ноте. Значит, мы и расстаемся. Так, у нас традиция такая, вот так машете рукой и говорите пока. Всем пока, ребята. Thank you very much. С Богом.